Имеющих специальность станочник деревообрабатывающих станков собеседовали, после чего предлагали трудоустроиться, либо заполнить резюме и оставить его в кадровом резерве. А тех брещан, у которых нет соответствующей квалификации, но есть желание работать и развиваться в этой компании и отрасли, приглашали на обучение с последующим трудоустройством. К слову, обучение бесплатное за счет службы занятости. Мы обучаем этих людей с последующим трудоустройством. Кто же имеет специальность, может претендовать сразу на рабочее место. Поэтому эти мероприятия проводятся с учетом заявок нанимателей. Обратилось предприятие, нуждаются много. Им нужно специалистов проводить день предприятия. Это, в принципе, не новая форма работы, она у нас всегда была. Мы просто, может, не так это озвучивали. Когда к нам обращались предприятия, мы всегда для них проводили вот такие массовые собеседования в один день. Специалисты кадровой службы «Анрекса» рассказали пришедшим о специфике трудового процесса, условиях труда на предприятии, заработной плате и графике работы. Посетили встречу около 30 брещан. График работы у нас день-ночь, у нас предприятие работает круглые сутки, то есть оно без остановок работает. Оплата труда сдельна премиально. Но о размере заработной платы говорить тяжело, потому что каждый человек выполняет по-разному свою операцию в связи с чем и получает свою заработную плату. Кто быстрее работает, больше получает. На данном этапе нам требуется порядка 20 человек, но в дальнейшем будет, скорее всего, еще больше. То есть расширяется? Да, расширение предприятия идет. О результате этой встречи говорить рано, а о итоге состоявшегося в конце января дня предприятие «Банше» уже есть. Все получали приглашение на предприятие пробоваться и трудоустраиваться. Там уже дальше люди сами смотрели, подходит им этот вариант трудоустройства, либо нет. У нас много очень людей уже проходит медкомиссию, уже есть где-то порядка более 10, ну где-то 15 человек уже оформились на работу. Мы получаем подтверждение, что уже работает на банше. Кто-то еще в стадии медкомиссии проходит. Вакансии на сегодняшний день по-прежнему есть, то есть кто приходит, мы по-прежнему и направляем. То есть результат довольно-таки удачный. Тем временем в банке данных Брестского горосполкома сегодня насчитывается в среднем 1400 вакансий. 16 февраля состоится день предприятия «Юнифуд» для сетей магазинов «Алми» и «Интерспар».